6 апреля 1945 года войска Третьего Белорусского фронта Красной Армии начали операцию по взятию Кенигсберга. Столица Восточной Пруссии была самой крупной и хорошо укрепленной крепостью Европы, неприступным бастионом немецкого духа. Ее 100-тысячный гарнизон был полон решимости повторить подвиг Севастополя, который оборонялся 250 дней. Красная Армия разобралась с неприступными бастионами Кенигсберга за 4 дня. Этому немало способствовал специальный фронтовой макет укреплений города, над которым трудилась специальная группа из 100 человек. Нечто подобное проделал Александр Суворов при взятии Измаила. Таким образом, все штурмовые группы четко представляли, куда идти, что делать, с кем взаимодействовать и как выполнять поставленную задачу. В первый день операции действие сухопутных войск не смогла поддержать авиация. Погода была нелетная. Зато на следующий день бомбардировщики сбросили на Кенигсберг 550 тонн бомб, внеся свой весомый аргумент в решение гарнизона крепости выбросить белый флаг. 6 апреля днем в Республике вполне лётная погода. Температура воздуха от 9 до 12 градусов. Западный ветер 5-8 метров в секунду. Переменная облачность. Ночью температура воздуха понизится до 5 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метра в секунду. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.